Ретрооборудование В этом видео я продолжу знакомить вас с ретрооборудованием, которое все еще находится в работе на подстанциях нашего предприятия. И сегодня на очереди ретро предохранитель. Его вид, как вы видите, имеет не совсем привычное для нас представление. Кстати, такие предохранители установлены для защиты выпрямительных устройств, для питания цепей телемеханики и оборудования связи. Кстати, я уже давно ищу специалистов, коллег, кто обслуживает системы телемеханики типа УТБ-3 60-х годов выпуска. Откликнитесь, пожалуйста. Есть масса вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить. Да и вообще есть желание пообщаться и поделиться своим опытом с людьми, кто обслуживает и эксплуатирует все еще такое устаревшее уже, так сказать, электрооборудование. В общем, корпус предохранителя выполнен из карболита. На внешней панели имеется гравировка с отображением его номинального тока. Ну, в рассмотренном примере это вот 2 ампера. Предохранитель имеет втычные контакты. То есть, вот как бы сам предохранитель, у него имеются втычные контакты, которые вставляются в соответствующее основание, а уже к основанию подводится питание и подключаются сюда непосредственно провода. Но самое интересное для меня является его внутреннее устройство. Разбирается предохранитель достаточно легко. Нужно лишь открутить винт на передней его панели и снять крышку корпуса. Открутил винт, снимаю. И вот такое он имеет устройство. Втычные контакты соединены. Вот он проходит здесь. Соединены с подпружиненными держателями сверху и снизу. Вот они подпружинены. Здесь пружинка установлена. Вот она. Между держателями натянута медная проволока, ну или плавкая вставка определенного сечения под конкретный номинал предохранителя. В натяг проволоки, то есть вот она натянута проволочка, вот она. В натяг проволоки вставляется подпружиненный шток, вот этот шток. Здесь находится внутри пружинка. А у штока имеется вот такая прорезь, через которую пропускается наша самая, наша медная проволока, ну или плавкая вставка. Вот таким образом. А когда предохранитель перегорает, то шток здесь перегорает, то шток выступает на лицевую панель нашей крышки. То есть сейчас предохранитель целый и шток находится заподлицо. Когда предохранитель перегорает, шток выступает на переднюю часть. Но у данного предохранителя имеется еще такая фишка. В общем, смотрите внимательно. Вот находится наш шток, то есть задняя его часть. Как я уже говорил, передняя часть при срабатывании выступает наружу корпуса. А задняя, соответственно, при срабатывании уходит вовнутрь корпуса. То есть сейчас вот контакт разомкнут, когда предохранитель срабатывает, шток заходит вовнутрь корпуса и тем самым замыкается наша пара контактов. Вот это выводы этого контакта. То есть это у нас силовой контакт, силовая часть, а это у нас наш контакт. Соответственно, данный контакт можно подключить в любую схему сигнализации. Будь это световая сигнализация, какие-то лампочки, звуковая сигнализация. Да все что угодно. В общем, вот так вот выглядит у нас перегоревшая плавкая вставка предохранителя. Видите, на какое расстояние выступает шток наружу корпуса предохранителя. В общем, вот такая вот простая и незамысловатая конструкция предохранителя. Ну а теперь давайте я вам покажу принцип его работы более наглядно. То есть посмотрите, как это все выглядит в действительности. Я сейчас вставляю наш предохранитель и пропущу через него определенный ток, чтобы он сработал. А чтобы наглядно было видно, как происходит перегорание вставки и замыкание контактов, корпус я у него разберу. Подключил я на выводы предохранителя источник тока. Предохранитель имеет номинал 2 А. Ну, пропустим порядка 4 А. Оп, предохранитель сработал. Вставка перегорела, шток вышел наружу. Вот он, видите, подпружиненный. И, соответственно, контакт замкнулся. Кстати, смотрите, при перегорании предохранителя не так уж и сложно восстановить его. То есть достаточно здесь, между вот этими подпружиненными держателями, натянуть плавку-вставку, то есть проволочку определенного сечения. И предохранитель снова готов к работе. То есть восстановление предохранителя производится без какой-либо пайки. Так, ну давайте еще раз для наглядности. Тут уже у меня 5 А предохранитель остался. Сейчас сниму тоже у него крышку и посмотрим, как он перегорит. Тут видно уже, сечение немножко побольше у проволоки. Так, поехали. Ну, дам примерно около 8 А. Смотрим. Оп! Все, предохранитель сработал. При этом опять контакт наш замкнулся. Ну, в общем, вот все наши сгоревшие предохранители. Видите, вот их выпавшие штоки. Ну, конечно же, это вчерашний день. И подобные предохранители по возможности мы заменяем автоматическими выключателями. Но, тем не менее, данные экземпляры еще достаточно часто встречаются на подстанциях нашего предприятия. И трудятся на благо по сей день. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот было небольшое видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Заметки Электрика. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!